Анатолий Белый Которая говорит, заходцо вскоцу, заходцо не вскоцу Что вы хотите этим сказать? Давайте, наверное, о самом приятном, о кино Вы сейчас много снимаете в Риге Как вообще снимается в Риге? Насколько вам здесь комфортно? И насколько комфортно на съемочной площадке здесь? Ну, знаете, в Риге по определению комфортно Для меня лично, по крайней мере Я думаю, что и для всех наших, большинства наших Участников съемочного процесса тоже Понимаете, Рига такой город Честно, не потому, что мы сейчас снимаем Риге И я там ищу этому городу У меня с этим городом давние связи И я вам честно говорю, что Это какой-то по фэншую Мягко, если так говорить Это очень уютный город Ну, вот так получилось у вас Его вам везет Потому что он, с одной стороны, европейский С другой стороны, совершенно не помпезный Не имперский никакой Да, а такой вот Очень какой-то гармоничный город Поэтому мне в Риге всегда очень хорошо Да, но одно дело в Риге, скажем, отдыхать И совершенно другое дело работать Как вам вот работается? Знаете, он как бы сам к себе С одной стороны, очень расслабляет Черт возьми Здесь очень трудно снимать кино Я бы хочу сказать И вообще работать Атмосфера очень такая Располагающая к отдыху Она благостная Очень позитивная Комфортная, уютная И в этом смысле, конечно Нас приходится немножко всех собирать Потому что мы находимся немножко В состоянии такой юрмалы У нас такая постоянная юрмала Мега Да, такой прибой Какая-то такая вот Прилива отлива Согласна Но вы же здесь не первый раз снимаетесь, верно? Второй раз я снимаю полнометражный фильм В Риге Первый раз это был фильм Долины Роз В Саулкрас ты мы снимали То есть с той стороны от юрмала И сейчас второй раз Я понимаю наших киношников Которые сюда едут снимать Потому что здесь Какие-то удивительные Действительно, ну, пейзажи Да, то есть какие-то Как сейчас говорят, локации В общем, места съемок Очень живописные И очень разные И очень, я говорю, что-то в воздухе Что-то вот здесь в воздухе носится Какая-то, понимаете, какая-то романтика Будет ли в кадрах видна, как-то чувствоваться Вот эта необычная прибалтийская атмосфера? Это кино немножко другое по жанру Это более притчообразное кино Это более где-то жестче, да? Но в итоге, как бы вам сказать Все равно вот этот вот Парижский воздух пропитывает это кино Я чувствую это и в кадре тоже И это только на пользу Потому что, ну, какое-то другое дыхание Появляется Не, что ты снимаешь в Москве Или ты снимаешь в Винске Как там, да, у нас много сериалов Или еще где-то Вот здесь что-то появляется Как какая-то такая взвесь Тончайшая такая, знаете, вот В кадре, там, да Между людьми Что какое-то совершенно такое другое дает Ну, ракурс отношений Как бы всего Это, черт возьми, вы так аппетитно рассказываете, да? Вы хотите здесь жить, я так думаю, в Риге Я здесь живу Я здесь живу Я здесь живу Ну, да, я, в принципе, до этого тут жила Но пока вот теперь точно останусь Вот Что вы можете о кино рассказать? Тут прям такая завеса тайны Кино это такое дело Когда оно сделается? Одному Богу известно И это не пустые слова Это именно так Могу вам сказать только несколько слов О том, что это очень необычный жанр Что сценарий Охлобыстина Который на первый взгляд, кажется Если по первому прочтению, да Довольно-таки такой прямолинейной истории Девочки, да Какого-то такого роуд-муви Да То здесь Алена Это именно, как бы, ее заслуга Вместе с Константином Павловичем Бутяковым А нашли, как бы, действительно другой взгляд На этот сценарий И получается, что какая-то обычная Роуд-муви-история Разворачивается в другую совсем сторону И я не скажу, в какую Вот, но это притча Это более-более какая-то Не скажу сказочная Но история Более метафоричная такая История Людских судеб Приплетения людских судеб Которых объединяет одна девочка Как она их объединяет Я вам тоже сейчас не скажу Заинтриговали Вот, а это главное Понимаете, какова моя цель Разговора с вами Заинтриговать Поэтому Я вас заинтриговал Кстати, с Анатолием Был разговор и без камеры Мне удалось побывать На съемочной площадке Могу честно сказать Что в жизни он моментально Покоряет обаятельную улыбку И легкостью в общении Терпеть не может Отвечать на вопрос о том Легко ли учить текст роли Обожает свою семью Любит поэзию Но вряд ли на раз скажет Кто его любимый поэт И от птичьего крика В сердце только грустнее И, конечно, безмерно увлечен своим делом Мы же с нетерпением будем ждать Новых и новых ролей В исполнении этого замечательного артиста Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому